В середине сентября нынешнего года в Чебоксарах был зарегистрирован вброс фальшивых купюр номиналом 5000 рублей. Задержать сбытчика удалось благодаря внимательности фармацевта и оперативности сотрудников МВД. Тревогу забила работница одной из аптек в центре города. Сначала злоумышленник взглянул в соседнюю точку, где фальшивку у него не приняли. Затем явился со своей пятитысячной сюда. Работник аптеки, осмотрев денежную банкноту, определила, что она может быть поддельной и нажала кнопку вызова полиции. Сама в этот момент отвлекала подозреваемого. Внимательный фармацевт нажала кнопку вызова охраны, но хозяин фальшивки что-то заподозрил и скрылся, не дожидаясь сдачи. Однако оперативники отдела экономической безопасности у МВД России по городу Чебоксары уже заинтересовались этим человеком. По одной из городских камер видеонаблюдения был установлен номер иномарки, на который передвигался сбытчик и его сообщники. Затем отслежен весь маршрут их перемещения по городу, от Московского проспекта до проспекта Ленина. Управление экономической безопасности Республиканского МВД взяло под контроль ход операции по задержанию преступников. Был проведен комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, в результате которого на территории Новосибирской области была задержана организованная преступная группа, состоящая из трех граждан Республики Кыргызстан, которые в период с 13 по 15 число на территории Республики осуществили сбыт 7 поддельных денежных купюр достоинством 5000 рублей. При досмотре и обыске у указанных лиц были изъяты 151 поддельные денежные купюры достоинством 5000 рублей. В настоящее время указанные лица арестованы судом Новосибирской области и находятся под стражей. Установив, что фальшивомонетчики прибыли в Чувашию из Екатеринбурга, оперативники выехали туда. Но подозреваемые, сменив номера автомашины, отправились дальше. Чувашские полицейские проинформировали коллег и в Новосибирске гастролеров уже ждали. По версии следствия, поддельные купюры уроженцы одной из бывших союзных республик сбыли на территории пяти субъектов Российской Федерации. Подозреваемые утверждают, что получили данные денежные купюры от своего знакомого в городе Екатеринбург при продаже машины. Получили непосредственно для сбыта в нескольких городах России. То есть знали, что они... Они знали, что данные купюры поддельные, и поэтому при приобретении товаров старались приобрести что-нибудь менее дорогое. В ближайшее время материалы дела по фактам сбыта фальшивок в семи точках Чебоксар будут направлены в Новосибирск. Судебный процесс над задержанными пройдет там. Продолжение следует...